ПЕСНЯ Ладно, подумал козлёнок, где же стадо, нет юрты чабана, значит, все ушли, а меня забыли. ПЕСНЯ Козлёнок хотел было сильно огорчиться, но тут увидел ягнёнка. А огорчиться при ягнёнке не позволит себе ни один джигит. Вперёд, бодро крикнул козлёнок, догоним стадо. Ягнёнок не возражал. О, как прекрасна, но и опасна жизнь. О, как прекрасна и опасна жизнь, шли и пели они. Да, жизнь, безусловно, прекрасна, но опасность не заставляет себя долго ждать. На этот раз опасность оказалась не слишком серьёзной. Всего-навсего перепуганный верблюжонок. Куда бежишь, Плакса? Меня преследует тигр. О, это уже серьёзно. И как серьёзно? Надо было принимать решение. Тут козлёнок вспомнил. Это же шкура тигра. Та самая шкура, которая лежала в юрте чабана. Значит, мы на верном пути. Вперёд опасность миновала. Победа над тигром удвоила храбрость друзей, и они зажагали дальше. В полдень они решили немного отдохнуть под щедрой тенью большого дерева. И как-то незаметно заснули. Они любили спать и видеть сны. И козлёнок, и верблюжонок, и... А ягнёнок? Ягнёнок пошёл воды напиться. А это кто? Лиса. Ну, быть беде. Да, очень важно вовремя разбудить спящего. Где ягнёнок? Куда он мог подеваться? Нету. И тут его нет. Большое доброе дерево указало им, где надо искать ягнёнка. И опять в путь. Только вдвоём. Всего вдвоём. Как в пещере лев, волк и лиса. А ты как сказочный непобедимый зверь. Понял? Ну, раз ты так считаешь, козлёнок. КОНЕЦ КОНЕЦ Хозяйка и гость обменялись обычными любезностями. Лиса не забыла заверить козлёнка в том, что его, как желанного гостя, давно ждут для того, чтобы вместе с ягнёнком сварить в котле. После чего, как это бывает в подобных случаях, останутся только рожки да ножки. На что гость так же любезно заверил лису, что его планы несколько не совпадают с желаниями хозяев. Он обещал сделать из лисы шапку, из волка шубу, а из-за льва шкуру, на которой удобно будет отдыхать. Ведь он пришёл не один, а у входа в пещеру ждёт его друг великан, обладающий невероятной свирепостью и размерами. На что лиса любезно предложила позвать и третьего гостя. Лев вызвался это сделать сам, но она не позволила. Лиса успела только ахнуть. Послушай, Лев, кто здесь хозяин? Ты или этот? Сейчас я его. Сейчас. Сейчас я ему. Лев, кажется, успел бы крикнуть слово «мама». Встреча друзей была необыкновенно трогательной. Как видите, очень важно вовремя разбудить спящего. В этой прекрасной и опасной жизни случается много интересного. Как вы догадываетесь, своих наши три храбреца догнали. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok